Девушки отдыхают У тебя наверняка тоже есть свои секреты Как бы вы не ухаживали за своей кожей лица, за волосами, какие бы красивые кофточки не одевали, но область декольте выдает наш возраст просто за одну секунду К сожалению Но сегодня я приготовила одну очень простую маску, очень действенную и быструю Я знаю, что эта маска из арсенала красотки, которой любуется буквально весь мир Моника Балуччи, итальянская кинозерка и модель Попри век, а ей уже 48 лет, она остается одной из самых сексуальных женщин в мире Актриса славится своей любовью к глубоким, чувствительным декольте и до сих пор не гордится оголиться перед кинокамерой Она уверена, что существует несколько способов подбать о сохранении красоты своего тела, в том числе и домашняя косметика И всегда она говорит о том, что женщина должна уметь красиво встречать свой возраст и также красиво стареть Но при этом она ухаживает за собой, не могу сказать, что очень рьяно, потому что она говорит, что все итальянки ленивы по своей природе Но есть некоторые средства, которые используются Это масляные компрессы и умывание для лица и шеи и зоны декольте И также эта маска, которая досталась нам от итальянских красавиц В этой зоне у нас очень мало потовых желез, у нас очень небольшая жировая прослойка Даже очень полненькие женщины вот в этой зоне и худеют очень быстро Кожа на груди не успевает реагировать за сменой веса И поэтому очень быстро кожа растягивается вот в этой зоне, так называемой зоны треугольника И становится очень вялой, теряется очень быстро тонус При этом мы чаще ухаживаем за своим лицом, а вот до шеи, зоны декольте, руки, как говорится, реже доходят Запомните, зона декольте по своей текстуре и уязвимости очень напоминает нам зону вокруг глаз Поэтому, если мы ухаживаем, обращая внимание на зону вокруг глаз Помните, пожалуйста, о нашем этом треугольничке И глядя на эти компоненты, я понимаю, что эта уникальная маска для груди практически находится в каждом холодильнике Она практически находится у нас под носом, ровно как и это место Итак, для этого надо взять максимально жирный, свежий, вкусный творожок И на зону декольте нам хватит вот такие две большие столовые ложки Ну да, кожа тут сухая, как мы уже выяснили Если вас беспокоит здесь закупоркопор, какие-то жировички и высыпания До масочки возьмите настойку календулы обычную и ватным тампончиком просто пройдитесь эти места для того, чтобы убрать лишнюю сальность Дальше Мы возьмем жирные сливки Самые жирные, которые у вас найдутся Где-то процентов 30 получается, да? Да То есть, судя по тому, какие ингредиенты мы кладем в эту маску, я понимаю, что она будет просто суперпитательная Она будет суперпитательная в зону декольте и в ложбинке Иногда морщинки напоминают сухую потрескавшуюся землю в сахаре Да, вот крупные клеточки такие И их надо обязательно скрабировать раз в недельку в душик Но средства скраба для зону декольте должны быть очень мягкие, очень нежные Лучший скраб средства это, например, обычная манка Возьмите манку, немножечко овсяной муки, водичкой намылили и мягко зону декольте прошли Таким образом вы будете снимать роговешие частички очень мягко и будете бороться с морщинками и некрасивой кожей Очень важный совет, кожа нежная, с ней нужно осторожно Теперь делаем сок апельсина Да, и это неимоверно полезная вещь Здесь есть витамин С, а витамин С является очень мощным антиоксидантом То есть борется против старения организма Во-вторых, мы все знаем с вами, мы говорили о том, что кислые продукты помогают нашей коже делать так называемый легкий кислотный пилинг То есть есть механический пилинг, а кислотный пилинг, он более мягкий, более щадящий Ох уж эти пилинги фруктовыми кислотами, если посмотреть на прайсы салонов красоты, просто за голову возьмешься А Олечка раскрывает нам секрет, помидором мы пилинг делали, соком апельсин тоже сейчас Да, и даже если осталось, немножко на зону лица нанесли, и будет все здорово, и будете всегда красотка Сок половинки большого апельсина Вы знаете, лучше всего выбирать те апельсины, которые имеют тонкую шкурку, не очень больших размеров и которые кислые Может быть, нам не придется по вкусу, но для домашней косметики масок он будет подходить больше Как только попался кислый апельсин, не расстраиваемся, а радуемся, пришло время делать уникальную маску для зоны декольте У нас должна получиться консистенция такой очень густой сметаны Слушай, мне кажется, что мы делаем маску для зоны декольте, а получается очень вкусный десерт Творожок Да Творожок, сливки, апельсиновый сок Не устаю повторять, не используйте плохие продукты, испорченные или то, что, например, мы бы не могли съесть Вот эту маску мы наносим на область шеи, зону декольте, а также ее можно наносить на область груди, исключая область сосков Там очень много открытых проток, открытые железы, и поэтому любые проникновения, любых косметических средств через ореолу элементарно опасны Никакие ни крема, ни лосьоны, ни средства солнцезащитные на область сосков не наносятся Понятно Масочку данную мы наносим, да, и укладываемся минут 15-20 А толстым слоем? Не жлобненьким, не жалеем, плотненьким слоем И не надо эту маску ничем покрывать, давайте кожей просто отдохнуть А она будет давать такое легкое ощущение прохлады Это хорошо, эта маска дает тонус коже То есть помимо того, что она питает кожу, во-вторых, она дает тонус очень хороший В-третьих, мы получаем все микроэлементы, в-четвертых, мы получаем фруктовые кислоты, которые отвечают за то, чтобы кожа была как можно моложе А видимый эффект какой будет от этой маски? И когда? После первого применения? После первого применения вы увидите, насколько кожа становится здоровой Выравнивается, кстати, пигментация немножечко, выравнивается цвет, тон кожи Насколько становится кожа подтянутой, свежей, несколько прохладной Вы даже вот можете приложить руку к груди и услышите, что кожа дышит вот такой прохладой И смывать эту масочку надо не горячей, ни в коем случае не горячей водой, прохладной водой И при необходимости можно нанести крем, хотя вы увидите, что крем для этой зоны больше не понадобится Эта маска уже как крем В каком возрасте и с какой регулярностью нужно делать эту масочку? Где-то лет 16 Это как раз те средства, которые подойдут лучше всего Эта масочка великолепно подойдет даже беременным женщинам, которые ждут малышей А ведь мы знаем, в процессе беременности очень многие средства надо изменить и убрать, и отодвинуть И, конечно, важно ухаживать за зоной декольте и груди, потому что грудь увеличивается А мышечный каркас может этой нагрузки не выдерживать, как говорила Анита Ульцин Более того, вот эта маска поможет избежать каких-то появления растяжек, нехороших каких-то стрий и так далее в области груди Можно кормящую маму наносить, можно женщинам, у которых уже детки далеко оторвались от груди Раз в недельку просто найдите себе время, не пожалеете для себя 15-20 минут и сделайте ее Если Моника Белочи нашла 15 минут, чтобы воспользоваться этой маской, то нам такой эффект тоже пригодится, правда? Всегда мы говорим о возможных противопоказаниях Можно ли сказать, что кому-то такую маску делать не нужно? Эта маска является самой безобидной из тех, которые можно найти Ну, может быть, у вас аллергия на цитрусовые Я не видела женщин, у которых, например, кожная аллергия на молоко Ну, всякое может случиться, может такое быть На всякий случай, если у вас есть какие-то уплотнения в груди, мастопатия, какие-то гормональные узелочки Не поленитесь просто со своим врачом, лишний раз спросите В период, когда вот-вот будут важные дни, эту масочку тоже делать не стоит Лучше творожок и апельсин съесть, а эту зону груди лучше не трогать